третье задание жду людей сегодня на наш прямой эфир доброго доброго дня всем доброго дня я сейчас буду начинать уже прямой эфир наше третье задание в марафоне мы обязательно сохраним опять в IGTV видео все будет можно будет спокойно отрисовать потом так и сажусь на свой крепучий стул и начинаем мы с вами рисовали в марафоне первым делом строили фигуру потом покрасили двух девочек в акварели в маркерах и сейчас у нас с вами третье задание в котором мы начинаем делать текстуры начнем мы с данима что нам потребуется во-первых чистый лист наш шаблон просто прикладываем к девочке листик и сверху рисуем какую-либо модель джинсов может быть и юбки шорты кюлоты здесь любой низ подойдет главное что это будет именно джинсовая вещь я сделала такие джинсы посадки mom высокая посадка они такие более свободные по бедрам чуть-чуть зауженные вниз и такой необработанный краем нарисовала вы делаете то же самое не конкретно те же джинсы а какой-то джинсовый низ и далее сейчас заберу эти листики начнем с вами рисовать фактуру я буду показывать технику маркерами но все то же самое можно сделать акварелью вот прям точно так же что нам потребуется карандашом рисуем основной скетч потребуется линер белая гелевая ручка пастельный карандаш белый синий карандаш также не обязательно это прям все конкретно это использовать я показываю самый такой вот объемный технический момент скажем так и несколько оттенков маркеров оттенков может быть один или два может быть три или четыре главное чтобы они все были в оттенках такого вот от светло-голубого до темно-синего вы можете взять например сли средний оттенок синего какой-нибудь вот этот пусть будет и сначала мы идем в один слой как я показывал на коже и чтобы где-то добавить тень мы проводим несколько раз по одному месту и тоже получаем тени ну давайте начнем рисуем сегодня до ним всем привет кто новенький оставайтесь с нами либо смотрите попозже вот у меня тут уже пяточка ну ладно когда мы все это нарисуем будем это вырезать и прикладывать к нашей модельки начну я со светлого оттенка вот такой у меня светло-голубой он у меня заканчивается поэтому буду сейчас быстро им работать причем с одной стороны он у меня уже иссохся с широкой а вот с этой он пока жив если у вас есть маркер с широкой стороной это будет гораздо удобнее рабочий имею ввиду что мой вот этот вот отдыхает так что я делаю кучу движений чтобы сделать закрас сначала основной наш первый тон кладем целиком на все джинсы закрашиваем если вы работаете акварелью вы берете например какой-то голубой грязно-голубой оттенок и также сначала прокрашивайте все в один тон хотела сегодня придумать какое-нибудь прикольное приветствие в честь 1 апреля но ничего не придумал вот поэтому если будете сегодня выкладывать какие-то работы в марафоне давайте все пошутим так закрашиваем я сейчас кстати вижу экран телефона поэтому если у кого-то есть это вопросы по марафону могу вам ответить матросов нет вопросов а я пока продолжаю закрас если бы у меня работала широкая сторона все это было бы гораздо быстрее вот еще тоже странность китайских этих маркеров то что с одной стороны они у меня почему-то многие пересохли а с другой стороны они совершенно отлично работают доброго дня мы сегодня рисуем деним те кто только присоединился это третье задание нашего марафона нарисовать какую-то джинсовую вещь это может быть юбка джинсы шорты кюлоты брюки-бананы например все уже устал руках этим же цветом мы можем сначала где можно приобрести маркеры маркеры можно купить в магазине леонардо в магазине передвижник в арт квартале если он еще существует там был вроде красный карандаш и потом куда-то он испарился некоторые маркеры заказывала на алиэкспрессе вот эти например просто смотрела по ссылкам по отзывам было интересно как они вообще себя будут вести в целом нормально это было еще год назад вот он почти жив у меня этим же цветом светлым привет хай хай nice to meet you вспомнила английский язык сейчас привет в японии этим же цветом мы делаем первые тени то есть сначала акцентирую в некоторых местах делаю потемнее где-то прорисовываю складки например люблю рисовать складки на коленках будто бы джинсы уже такие много поношенные и подтянутые седалищные тоже складки вот здесь можно по бокам показать выделить кармашки по гульфику все такие вот детальки я еще немножко акцентирую даже можно делать это посильнее чуть-чуть затемняю на коленке таким образом рисуем теперь берем следующий наш оттенок средний уже синий такой ну-ка тоже более темный и также прорабатываем тени вы можете сделать какой-то более светлый цвет маркеров то есть да взять пример посветлее оттенок чем вот я сейчас беру чтобы джинсам было светлой можно взять наоборот вообще все оттенки достаточно светлые и будет какой-то более уже белый цвет но до ним в принципе он ассоциация первое это такой какой-то голубой индиго поэтому хочется синеты тут можно в принципе не бояться этим темным оттенком сделать побольше тона на все джинсы также прорабатываю эту бухрому внизу не ровно и и прорисовываю по контуру не забываю про складки все мы потихоньку прорабатываю тени можно делать пошире сверху потом если что добавить еще синего нашего светлого оттенка мне хочется чтобы они были прямо вот такие джинсы индино достаточно темного цвета проработали тени хочу еще немного смягчить границы и теперь опять светлым оттенком я дополнительно прорабатываю все светлые места здесь вот например я хочу чтобы по бедрам они были потемнее и был такой эффект протертости на коленочках например где-нибудь тут я не буду трогать и под коленкой могу еще добавить и теперь возьму еще более темный цвет такой грязно-синий тонкой стороной еще сильнее проработаю тени и чуть-чуть пройдусь по контуру можно добавить его еще в складки с посильнее то чтобы его прям было сильно видно но определенный свой оттенок он придает примером можно проработать кармашки еще и чуть-чуть по мультику пройтись также темным цветом мы можем для начала выделить например какие-то металлические детали пуговку везде поставить какие-нибудь заклепочки и для чего мы это делаем сначала прорисовываем именно темное что-то чтобы потом когда мы рисовали заклепку а рисовать мы ее будем каким-то светлым оттенком ручки или краски белой акриловый чтобы на этом темном фоне она у нас была более яркой прохожусь по низу и еще сбоку еще чуть-чуть на коленочку сюда прям вот так чашечку коленную хочу выделить ее показать потемнее так сейчас все кажется не совсем понятным поэтому мы берем с вами белую гелевую ручку и начинаем добавлять внутреннюю обводку на джинсах то есть мы прорабатываем наши швы все чтобы стало видно пояс прорисовываем хочу вот на гульфик добавить тоже такую строчку кармашки можно чуть-чуть добавить белого на складки и сбоку тоже я провожу линию от строчки можно ее сделать пунктирную можно просто вот так провести главное чтобы она мелькала у нас по штанине другой стороны тоже вот таким образом теперь я показывала вначале синий карандаш и сейчас мы рисуем мы знаем что забыла какое переплетение у нас на джинсах может быть мне кто-нибудь подскажет рогожка может быть или рубчик в общем напомните мне и напишите обязательно переплетение на джинсах у нас есть такая косая линия в основном и сейчас мы ее с вами будем показывать это да это белая гелевая ручка вот она марка гибриджел грипп как то так просто любую старжевое плетение ой спасибо огромное старжевое плетение где можно купить так эту кстати говоря я покупала в леонардо тоже там есть разные фирмы какая-то мне тоже не зашла и я не помню точно какая по моему вот из этой серии мне не очень понравилось почему-то серебро и золото у них гораздо лучше а вот именно вот эту я тоже покупала там среди кучи и и откопала так что я думаю что можно можно найти но либо можно посмотреть в передвижнике я думаю там тоже должно быть так мы с вами рисуем саржевое переплетение спасибо большое что вы мне напомнили и на светлом оттенке я рисую полосочки которые у нас имитируют джинсу по всем светлым участкам прохожусь и легонько вот так мы и раскидываем белую гелевую ручку можно в принципе заменить на белый акрил например взять тоненькой кистью и вот белым акрилом все это покрасить и теперь это еще не все у меня есть еще белый пастельный карандаш здесь может также хорошо сработать простой цветной белый карандаш зависит от фирмы я точно вот не могу подсказать какие именно из карандашей будут лучше потому что я в основном пользуюсь вот таким который я сейчас поточила очень удачно так еще раз я да я сейчас рисую маркерами эфир будет в доступе все будет доступно вы ничего не пропустили он будет еще в айджи тв так ну все испортила себе весь пастельный карандаш не хочу сейчас терять на него время на супер точилку чуть-чуть еще попробую маркерами я рисую и сейчас я рисовала китайскими маркерами которые заказывала где-то год назад на алиэкспрессе и вот таким маркером тоже покупала в леонардо очень хорошо бы для тех кто хочет попробовать например рисовать и не тратит 150 тысяч миллионов на копики маркера твиста артиста он стоит 100 с чем-то рублей тоже здесь есть мягкая кисточка вот такая от которой мы все пищим в восторге вот нормально абсолютно но единственное что не совпадает с колпачком вообще и однажды взяла мне я думала что это белый цвет я его не попробовала просто взяла оказалось что это был кремовый какой-то желтоватый такой поэтому вот это не беда и теперь пастельным карандашом акварелью нет рисовать не буду сегодня будет эфир только в маркерах но с акварелью все точно также вы рисуете сначала основной тон светлый потом добавляете тени кто рисовал уже кожу уже знает о чем говорю основной тон прорабатываем тени и добавляем также детали белый карандаш да это пастельный карандаш фирма derwent у меня здесь уже все стерлось вот это простой пастельный карандаш тоже они продаются отдельно в художественных магазинах можно купить и им теперь прорисовываем также плетение но теперь в темных местах рисуем тоненькие полосочки по темным местам наши джинсы то есть у меня получается тени вот здесь боку идут стараюсь еще тоненько им очень сделать пастель еще это достаточно сухая поэтому вы можете попробовать простым белым карандашом от прорисовать сейчас мы прям с вами кстати попробуем вот он у меня есть подточила его это обычный цветной карандаш faber castell из набора вот и потестим он тоже кстати очень хорошо работает даже от него как-то помягче эффект идет не такой яркий как от пастели выглядит тоже хорошо его добавляем мы в тени штрихуем 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 и можно здесь еще по бухраме пройтись дополнительный эффект какой-то потертости можно сделать вот минус в чем пастели в том что если вы пальцем тронули все уже все смазалось поэтому если пастель то потом запшикать например лаком чем-то таким но пастелью хорошо сделать также потертость на коленочку вот так вот наштриховали пальцем размазывали и получились такие вот светлые блики потертые в некоторых местах можно их добавить ой спасибо большое я уверена что у всех получится сделать тоже джинсы можно сделать черные джинсы если мы рисуем черные джинсы то сначала у нас идет какой-то более светлый серый цвет потемнее серый в тени и потом уже можно прям каким-то черным прорабатывать детали например тоже как вариант пастели мы проработали теперь берем черный линер это может быть черная гелевая ручка это может быть тонкая кисточка черная акварель или черная гуашь и нарисуем контур в принципе здесь контур добавляет просто больше графичности какой-то законченности также вот например если пройти по краю кармана он карман немного выделяет на фоне джинсы поэтому все проходим под поясом тоже по краю застежки можно пройтись выделить здесь черненьким пуговку мы про нее не забываем потом с ней поработаем внутри тоже все это проходим что такое линер тоже меня сегодня подводит 1 апреля вот с этой стороны прям хорошо видно где он у меня еще нормально адекватно писал то прям джинсы стали поярче и внутри чем мы еще можем тут себе сделать красиво опять можно гелевой ручкой нет акварели не будет по акварели точно такая же схема как с маркерами и как с кожей мы сначала рисуем основной тон например голубой какой-то потом добавляем тени потемнее запись тоже будет спасибо у всех обязательно получится я уверена все чисто по технике пуговку отметили себе здесь темненький тоже ставил точки отмечаем и везде если мы добавляем какой-нибудь люверс или металлическую детальку мы сначала ставим темное пятно тенюшку темно синим и сверху потом какой-нибудь блестящий кружочек добавляем пусть будет так и можно еще по желанию добавить какие-нибудь серебряные детали золотые детали то есть например тут вот можно маленькую точку поставить тут уже в принципе как вам захочется это нажирнила я с пуговкой ну ладно не видать и по низу по бахроме кстати тоже можно пройтись гелевой ручкой вот у нас такие белые тут будут волоски торчать драные вот прям самое то можете сделать себе какую-нибудь дырявую джинсу на коленке сделать например также волоски и протертости вот такой получился у нас сегодня эфир по джинсе еще расскажу про акварель точно такая же схема акварели основной тон тени и потом еще углубляем тени то есть как-то вот три таких цвета вам понадобится сейчас где-то у меня были ножницы вот они давайте вырежем и сразу приложим на куколку которую мы с вами рисовали тоже как вариант еще для фото в инстаграм потом может быть вы меня видели куколок таких вы можете нарисовать юбку можно шорты есть все что вашей душе угодно что захочется так вырезаю тут посильнее вниз внизу еще подрежем давайте примерим что у нас получилось лицо и волосы в марафоне мы не показываем прорабатывали отдельно волосы где рисовали кожу так а у нас вот так единственное нужно подрезать еще вот здесь по бокам чтобы совсем было хорошо вот такие джинсы у нас получились что всем желаю хорошо порисовать хорошего вам настроения не болейте и всем пока пока до следующего эфира